Не больше 10 гостей и социальная дистанция. Додатковые меры по попереджении распоусюдживания коронавирусной инфекции закранули работу отдела ЗАГС. Отповедную постанову принял Совет министру Беларуси. Теперь колькость запрошенных на урочистую церемонию, регистрации шлюбу, альбон роджения дитя не повинна перевышать 10 человек. Рашение у каждым конкретным выпадку проймают суперсовники отдела ЗАГС. Как працуют залы урочистых обрадов, перед пандемией доведались наши корреспонденты. Радости сегодняшнего дня для Германа Сячко и Катярыны Некрашевич не сапсуют ни маски, ни вымушенная социальная дистанция, ни огульная ситуация с пандемией коронавируса. Молодые люди подают заяву на урочистую регистрацию шлюбу. Дату выбрали в Осинскую. Спадяются, что эпидемиологичная ситуация нормализуется. И веселье можно будет значить шумно. Кабьяно и пела, и скакала. Планируем на сентябрь. Скорее всего, вся эта пандемия закончится. Надеемся, по крайней мере. Надеемся на это. И что уже можно будет более 10 человек приглашать. На самоотверждательную регистрацию мы не будем много звать. Ну, и не планировали, в принципе. Я думаю, как раз в пределах там 10 и будет. График урочистых регистраций шлюбу в Центральном отделе ЗАХС Витебска за уседы расписаны на некольки месяцев. В оси сенья свободных дат на Жнивень, самый весельный месяц уже нема. Правда, у сеньяшней эпидемиологичной ситуации сдарается, что молодые просить перенести урочистость на наступный год. Однако таких немного. У целом же колькость веселья у сё лета повеличилась. Хотя у работы у ЗАХСа вирус унес свои коррективы. Теперь парам рекомендуют запрошать на церемонию минимум гостей. Не больше за 10 человек. Литерально на днях такие нормы законодавча замоцевала постанова Совета Министров. Торжественная регистрация брака, рождение детей в отделе ЗАГС, возможно, в присутствии не более 10 человек. Это уже ограничивающее количество. Но, тем не менее, каждый отдел ЗАГС вправе, вероятно, исходя из площади, которая занимает отдел ЗАГС, зал торжественных обрядов, потом из количества пар, которые в день запланированы зарегистрировать брак для того, чтобы всё-таки соблюдать эти санитарно-эпидемиологические нормы, каждый отдел ЗАГС вправе устанавливать в этих границах свои такие нормы, которые по приглашению гостей. А пошним часом в зале урочистых обрядов гостей просить утрымливать социальную дистанцию, а людей с симптомами простуды и в уголе устрыматься от наведывания ЗАГСау. И хотя большаясть запрошенных на регистрацию шлюбов теперь приходят сюда в масках, первый танец молодых и их весельный поцелунок з урочистого сценарию не выкраслены. Такие традиции. Вольха Шмархун, Александр Рындзин, Новины, Витебск.